на ремонте вот такой стабилизатор люксион это реостатный электромеханический после включения и выключения света перестал работать хозяин уже заранее не сказал что выбивает автомат и он проверил тестером на входе короткое замыкание смотрим разбираемся значит по периметру откручиваем с этой стороны винтик смотрите какая ситуация два провода входят один черный один красный с этой стороны если посмотреть черный уходит в трансформатор вот этот черный красный идет на автомат как только замыкаем автомат короткая на вход вот он приходит на вход автомата только сюда идет там есть варистор но варистор не сработал потому что когда автомат выключен он как короткого нет а вот когда включаю после автомата значит короткая значит красный идет сюда и чтобы открутить провода вот эти два провода после автомата один толстый идет тоже на трансформатор а второй идет вот этот уже более тонкий красный второй вот сюда на катушку смотрите вот он вот он через вот этот черный кембрик идет на вот этот контакт катушке размыкаем два провода и смотрим где же короткая от этого черного до этого красного нет короткого от черного до этого красного есть короткая и оказалось что вот здесь вот на этой катушке два винтика снимаем катушку вот здесь вот между двумя контактами диод стоит и он пробился и дает четкая короткая значит у диода полосочка вот на этой стороне значит 399 у него вторая часть надписи сейчас но это еще не все смотрите красный этот провод идет потом заходит вот в термоусадку и заходит на катушку тоже через вот такой диод и он точно такой же сейчас посмотрю номинал и он тоже сгорел потому что он звонится и в одном и в другом направлении одинаково он тоже закоротил его тоже нужно менять сейчас подберем диоды поставим и скорее всего этот вопрос решить значит посмотрел я номинал 1 n 5399 и теперь уже понятно что нужно делать значит и получается тогда и этот диод стоит 1 n 5399 и этот 1 n 5399 подбираем или такой самый или похожий ну и пробуем чем все закончилось ну во всяком случае когда я раскусил здесь провод уже короткого нет будет ли работать блок питания здесь не не был питания плата управления самого блока питания здесь нет скорее всего питание идет там вот какой-то вторичной обмотки того трансформатора сгорело все или не сгорело неизвестно пока не подадим питание и там уже посмотрим какая ситуация то есть вот это поставим на место поменяем диоды оба этот и этот полосочка в этой стороне 1 n 5399 подбираем по характеристикам или такой самый можно мощнее немножко не уверен что я именно прямо такой найду ну чудеса бывают может быть у меня где-то и лежат именно такие ну и собственно вот смотрите ремонт несложный короткое может быть из-за простого диода повторяйте думаю что если дальше не продолжу видео значит на этом все и закончилось ну а удлинять видео не буду